Иисус Добрый пастух всегда ведет нас на злачные пажицы. Он всегда нас ведет к тихим водам. Знаете, иногда мы думаем, что Господь хочет нас еще раз испытать, еще раз привести к каким-то бурным водам. Да, разные периоды бывают в жизни, но когда мы следуем за Христом, мы придем все равно в место покоя и радости. Аминь. Давайте мы откроем Псалом 138. Я хочу сегодня говорить на такую простую тему. Почему важны в нашей жизни молитва и пост? Почему пост и молитва важны в нашей жизни? Давайте мы прочитаем Псалом 138, 23-24 стих. Это молитва Давида. И он здесь говорит «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри или посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Молитва – это даже не просто общение с Богом. Это, конечно же, это и общение с Богом тоже. Это и разговор с Богом. Это и встреча с Богом. Но Бог отвечает не просто на слова молитвы. Бог отвечает на всю нашу жизнь. Однажды я понял такое... Знаете, просто пришло такое понимание, что молитва – это жизнь. Молитва веры – это не просто слова веры. Это не только слова веры. Это жизнь веры. Бог отвечает нам на нашу жизнь. Но времена, когда мы уединяемся, и в Библии сказано, что когда ты приходишь в тайную комнату, не написано, что если ты приходишь, а когда ты приходишь в тайную комнату, затвори дверь за собой. То есть молитва – это часть нашей жизни веры. Молитва, как встреча с Богом. Как встреча с Богом. И не только с целью что-то у Бога попросить, не только и не просто с целью что-то от Бога получить. Но я верю, что у нас должны быть встречи с Богом, когда мы позволяем Богу провести, чтобы Бог провел. Не потому, что Бог не знает, Бог знает. Но чтобы Он нам показал, чтобы Он провел глубокую ревизию нашего духовного состояния. Глубокий анализ, чтобы Он нам показал. Потому что Бог знает. Когда сказано во Второзаконии 8 главе про пустыню, что Господь говорит, «Я испытал тебя, томил тебя голодом, манной, чтобы узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди мои или нет». С одной стороны, Бог знает все наперед, но для Бога очень важно, чтобы мы узнали самих себя. Потому что Он не может нас изменить, если мы не дадим Ему на это согласие. Если мы не пожелаем. А для этого Богу необходимо познакомить нас с самими же собой. Кто, иногда для кого, иногда был сюрприз. Я всегда говорю, что когда я еще не женился до свадьбы, я своей будущей жене говорил, я буду таким идеальным мужем, я ем все. Это, знаете, уже 27 лет мне вспоминает. А я искренне так верил. То есть я думал, что, ну, я такой хороший муж буду. А потом Господь меня начал знакомить с самим собой. Я думаю, что все мы немножко себя знаем. Но иногда даже мы, зная себя, для нас является сюрпризом. Оказывается, я не такой хороший. А некоторые, наоборот, сидят и думают, оказывается, я не такой плохой. То есть после этого приближения к Богу, молитва – это приближение к Богу. И это время критического анализа. Когда мы позволяем Богу показать нам, нам, сами себя. Давайте еще раз прочитаем, как Давид молится. Испытай меня. Что значит испытай меня? Это значит, Господь, помести меня в такие условия, в такие ситуации, где я смогу увидеть, что во мне. Вы знаете, что, когда мы в идеальных условиях, в каких-то тепличных условиях, нам кажется, что мы такие чудесные люди. Только мы не понимаем, почему же мы не видим славы Божьей в своей жизни. А Бог желает, чтобы слава Божья была в нашей жизни. Богу надо поработать с нами, чтобы мы увидели, что загрязняет наш колодец, что загрязняет наш источник. Иисус сказал, что те, кто верует в Меня, у того ищерева потекут. Реки живой воды. Реки живой воды. Что загрязняет наш источник. Что загрязняет наш колодец. Чтобы наши воды, они не были горьки. Помните, когда они пришли, израильский народ куда? В Мериву, да? Написано, они хотели пить. Но вода была горька. И они начали молиться Господа. И Моисей возобил Господа. И Господь, написано, показал ему дерево. Кто помнит эту историю? Дерево, которое прообраз креста Господа Иисуса. Когда Он это дерево поместил в эту воду, написано, что и стали воды сладкими. Когда мы позволяем Христу преобразить нас, изменить нас, очистить нас, наши воды, воды, которые проистекают из нас или через нас, они становятся сладкими. Смотрите, испытай меня, то есть помести меня в те ситуации, где я смогу познакомиться с самим собой. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. То есть дай мне самому себе увидеть собственное сердце. Узнать собственные мысли, собственные намерения, желания. Испытай меня, Боже. И узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои. Зачем? Почему? Почему? Давид об этом просит. Он говорит, Господь, покажи мне, все ли нормально, все ли хорошо, все ли правильно. Это, знаете, как отвес строительный. Когда время от времени, когда ты что-то строишь, ты проверяешь, ты прикладываешь уровень, и ты смотришь, не уклонился ли. Чтобы узнать, не на опасном ли я пути, и исправь меня, поставь меня на путь вечный. Изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Это очень важно. Позволить Богу показать нам самим наше состояние. И одна из целей Слова Божьего осветить. Принести свет. Что такое осветить? Принести свет туда, где темно. Осветить. С целью открыть нам, показать нам, что во мраке. Когда ты включаешь свет. ты видишь то, что в темноте. Аминь. Если мы не включили свет, мы не видим, что в темноте. Поэтому одна из целей Слова Божьего не просто дать нам знания, потому что мы иногда думаем, что цель Слова Божьего просто дать нам какие-то знания. Нет. Осветить или просветить нас. Выявить то, что сокрыто в темноте. Давайте посмотрим первое Иоанна первую главу. Первое послание Иоанна первую главу. И прочитаем десятый стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Давайте еще раз почитаем. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». «Если мы говорим, что «Я ни в чем не грешен, я ни в чем не виновен, мне не в чем изменяться», то Библия говорит, что тогда Его Слова в нас нет. То есть, мы не видим. Я еще раз повторю, о чем я сегодня говорю. Цель молитвы припоста. Встреча с Богом. Позволить Богу, позволить Его Слову, осветить, просветить нас. Кто понимает? Почему здесь сказано, что «И Слова Его нет?» Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым. Когда я говорю, что «Мне не надо ничего меняться. Все хорошо, я новое творение, все супер». То Библия говорит, значит, Слова Его нет в нас. Значит, Его Слова нет в нас. Потому что одна из функций Слова Божьего написано, что «Придя, обличит». Дух Святой обличает через Слово. И может быть, кто-то сидит и думает, «Ну, у меня все хорошо». Я задам такой вопрос. Когда ты говоришь, что все хорошо, имеешь ли в виду ты то, что ты исполняешь всю волю Божью относительно в твоей жизни? Имеешь ли ты в виду, что ты в совершенной воле Божьей? Когда ты говоришь, что у тебя все хорошо, имеешь ли ты в виду, что ты в совершенной воле Божьей? И ты скажешь, «Ну, я не в совершенной воле Божьей, но я не испытываю по этому поводу никакой вины. Я не испытываю дискомфорта, потому что есть вещи, которые, возможно, ты не позволил Богу осветить. Ну, осветить, в плане принести туда свет. Евангелие Танна, первая глава. Прочитаем девятый стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Иисус – свет истинный, который просвещает, и Он хочет просветить всякого человека, осветить, показать, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И сразу же Евангелие Танна, третья глава. С девятнадцатого стиха. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. в чем состоит суд? В том, что свет пришел в мир. Но те, кто возлюбили тьму, они не хотят идти к свету. Очень часто мы можем, если мы честны с собой, мы можем констатировать факт, что мы не желаем, чтобы некоторые вещи в нашей жизни Господь изменил. Бывает так, что мы говорим, Господь, ну вот, вот эта сфера, ну, пока что я тут сам немножко решаю, но именно цель приближения к Богу, позволить, как Давид говорит, испытай меня, покажи мне, покажи мне, что не так, что неправильно. Может быть, это что-то в взаимоотношениях с людьми, в семье, где угодно, в служении. Но всякий, кто любит добро, да, идет куда? К свету. Вы знаете, иногда идти к свету очень больно. Кто понимает, что это больно? Но это правильно. Знаете, как человек приходит, пришел к стоматологу. Стоматолог говорит, здесь надо полечить, будет больно, но потом будет хорошо. хорошо. Но если ты говоришь, будет больно, нет, тогда не надо, тогда твой зуб, он придет в худшее состояние. Правильно? Но стоматолог, он берет свет, он освещает, он смотрит и говорит, надо здесь сделать, здесь обязательно надо что-то сделать. Будет больно, какое-то время, но потом, будет хорошо. Так же Бог говорит, будет больно. Будет больно. Господь говорит Иеремии или Иезекиилю, возьми мое слово, в устах будет горько, но во чреве будет сладко. Вначале будет горько. Когда ты на самом деле позволяешь Богу, и ты открываешься, будет горько и будет больно, но потом будет сладко. Потом вода будет сладкой. Одна из целей Слова Божьего – просветить. Одна из целей поставить молитвы, произвести глубокий анализ нашего духовного состояния, чтобы мы позволили Богу очистить наш водоем. Принести свободу в нашу жизнь. Давайте еще посмотрим 2 Коринфянам, 6 глава. Именно мы инициаторы очищения и освящения. Насколько ты пожелаешь, насколько я пожелаю, ровно настолько Бог меня очистит, настолько Бог тебя очистит. 6 глава, выборочно прочитаем 16 стиха. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 6 глава 16 стиха. «Ибо вы храм Бога живого». Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Вот цель Божья. Ходить в нас. Он говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. «И потому выйдите из среды, отделитесь, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и челями», говорит Господь Сидержитель. 7 глава 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, какие обетования, что сам Бог будет ходить в нас, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа». Это как в времена храма. Были периоды, когда освящали и очищали храм, вынося из храма все, что оскверняет храм. Потому что, когда в храме было что-то, что оскверняло храм, Божья слава, Божье присутствие, уходили из храма. Мы храм Бога Живого. И когда храм очищали, и когда храм бывал очищен, в храме возобновлялось служение. В нашем храме должны происходить служения. И когда возобновлялось служение, туда приходила слава Божья. когда в храме возобновлялись служения, в храм приходила слава Божья. Когда храм бывал очищен, когда храм очищен был, когда там возобновлялись служения, слава Божья, приходила слава Божья, возвращалась. И очищение всегда предшествует восстановлению. Очищение предшествует восстановлению. Когда Бог хочет нас восстановить, поднять, благословить, очищение предшествует этому. потому что, когда мы очищены, слава Божья приходит. Но очищение невозможно до тех пор, пока мы не увидим свое состояние. А для этого необходима встреча с Богом, с Его присутствием. Евангелие от Луки 5, главу посмотрим. Какие цели мы в своей жизни ставим? Друзья, какие цели мы в своей жизни ставим? Очень часто эти цели, они направлены на что-то внешнее. Но мы не понимаем, что внешнее зависит от внутреннего. возвращается, когда слава Божья, сила Божья, все меняется вокруг. Луки 5, глава. Это история, когда Петр и его друзья ловили рыбу всю ночь, и они ничего не могли споймать. И Господь сказал им, закиньте сеть. Из 5 стиха Он сказал, Симон, наставник, мы трудились, всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. И когда они это сделали, они поймали великое множество рыбы. Восьмой стих. Послушайте внимательно, посмотрите, восьмой стих. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб. когда Петр осознал, кто перед ним стоит. Когда Петр осознал, когда Петр ощутил Божье присутствие. Вы знаете, как мы иногда думаем, что Божье присутствие это тогда такой мир, умиротворение, мурашки по коже. И не написано, что и мурашки по коже пошли по спине Петра. И он сказал, Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо Иисус. Его ужас объял. Вы знаете, когда Божье присутствие приходит в нашу жизнь, прежде будет ужас и страх. Почему? Когда ты понимаешь свое состояние. Что он сказал? Я человек грешный. Написано, ужас объял его и всех. И что Иисус сказал ему? Не бойся, Петр. Будешь ловить человека. Это в характере Божьем. Он никогда нас не унижает. И когда ты на самом деле видишь свое состояние, когда мы видим свое состояние, это не для того, чтобы нас растоптать. Но когда мы говорим, Господь, я нуждаюсь, на самом деле Господь будет восстанавливать очищение, предшествует восстановлению. И только тогда мы входим в свою судьбу. Знаете, Петр искренне думал, что его судьба, его призвание ловит рыбу. Но встреча с Иисусом, она меняет видение. Меняет видение. И это, знаете, как парадокс такой, что когда мы слышим Слово, но мы не можем исполнять Слово до тех пор, пока мы не поняли, что мы его не можем исполнять и не обратились к Богу за помощью. Пока мы не получили понимание своего полного бессилия. Римлянам 7. Ведь все знают, что хорошо и что нехорошо. Давайте выборочно посмотрим 7 глава Римлянам. 7 глава и выборочно посмотрим. Давайте посмотрим 14. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, на живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно и того не нахожу. Вот смотрите, что Павел говорит, что желание добра есть во мне. Желание добра есть во мне. Когда мы говорим, как хорошо было бы привести кого-то к Богу. О, надо поститься и молиться за пробуждение. Мы все говорим да и аминь. Аминь, да? Да, правильно? Никто не говорит, нет, 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 это все не то. Вы поститесь, а я буду жрать пред Господом. Ну, никто так не говорит. И даже те, кто на самом деле не постятся, они же никогда этого не скажут. Они, наоборот, делают такой вид, как будто они в посте не просто вот с 13-го, а уже давно. Что желание-то добра есть. Есть, есть, да? Не, пастор, не, не, не. Но чтобы сделать это, Павел говорит, вот что-то не получается. Вот знаю, что ссориться с женой нельзя. Просто одно слово ей скажу. Вот одно и остановлюсь. Десятину отдам. Ну, позже. Чуть-чуть позже. Кроссовки куплю и отдам. Желание добра есть. Я видел одного. Он все время говорил, десятинка попрет скоро. Попрет. Еще что-то попрет. Евангелизация попрет. Пастор, новое здание построим. Лично буду приводить каждую неделю по пять человек. Я, кстати, это где-то уже слышал. Пока мы сюда не пришли. Пастор, можешь на меня положиться. Знаете, что? Самое интересное, что это же люди не просто говорят. Они на самом деле этого хотят. Да? Даже ты, может быть, сидишь и думаешь, поститесь вы себя на здоровье. Я бы тоже хотел. Но у меня давление повышенное. Боюсь, окочурирусь за неделю. Ты думаешь, господи, ну, мы бы ты взяли, чтобы января не существовало. Каждый год одно и то же. Сразу февраль перепрыгнули бы и все. И самое интересное, что даже Дух Святой приходит и тебе говорит, тебе надо ходить на молитву вот эту неделю. А ты понимаешь, что ты ни разу не придешь. И там что-то происходит. Осуждение, нет? Есть осуждение? Пастор, в церкви не должно быть осуждения. В церкви должен быть мир и благодать. Так я же никого не осуждаю. Я же не подхожу к тебе, я говорю, вижу, дочь моя, на молитву не собираешься. Не говорю. Я вообще не знаю, то, что, как. Но именно борьба со словом. Помните, написано даже про братья Иосифа, слыша слова его, их сердца раздирались о злости. О злобе, да? Было? Видите, война за словами. Бог дает слово. А ты решаешь. Или позволить этому слову осветить тебя и показать. Желание добра есть. Есть желание взять пост, но чтобы сделать оно я. Того, ну, не нахожу. Причем, пастор, я же не знала, купила продукта уже до месяца. Все, что спортизает. И борща наварила вчера. Целую большую кастрюю. О, холодильник, где бездор. Что мне делать? Поэтому, в Библии, по этому поводу тоже есть, на корме голодного, да? Что уже все знают, Господь знает, что мы такие хитрые. О, мне надо войти в пост. Правильно. Сразу на неделю вперед наебся. Библия тоже говорит, будьте как тельцы убитые. И вот Павел говорит, что желание добра есть во мне, но чтобы сделать, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, что? Делаю. Доброе. Знаю, что доброе, но не делаю. Знаю, что злое, но делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то не я делаю, но живущего мне грех. И так нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо во внутреннем человеке, смотрите, во внутреннем человеке, в рожденном свыше духе, во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противободствующий закон ума моего и делающий меня пленником, пленником. Вы со мной? Делающий меня пленником закона греховного. И вот это состояние, когда ты пленник, когда ты знаешь, что есть сферы в твоей жизни, где ты пленник, который перекрывает все Божье благословение. Божье благословение. 24 стихи. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Бедный я человек. Это должно нас привести к этому откровению о том, что я бедный человек. Господь, я не могу, не отпущу, пока не благословишь. Бедный я человек. Я хотел бы, но я не могу. Я хотел бы, но я не нахожу в себе сил. И поэтому, Господь, я в Тебе нуждаюсь. Помоги мне. Помоги мне. посты, молитва и Слово Божье дают желание измениться. Тех сферах, где ты понимаешь, что ты сам не можешь измениться. Мои те, некоторые люди говорят, ну что я могу сделать со своим характером? Ну это же я. Я не могу. Ну как я могу себя изменить? Один проповедник, известный, потом он стал. Он рассказывал, чем он занимался в юности, когда его мама водила в церковь. Там была палатка и много фонарей. А так как он не хотел на следующий день идти в церковь, там были собрания и пробуждения каждый день, он приходил вечерами, когда никого нет, без загадки, расстреливал все эти фонарики. Я не думаю, почему стало темно? А это он постарался. И он говорит, я, и мне люди говорят, как? Ты стал хорошим? Он говорит, это Божья благодать. Я не могу сам, не мог. Но когда ты позволяешь Духу Святому, Он может тебя изменить. Знаете, иногда люди, они просто разочарованы, они говорят, я не могу ничего с собой сделать, я не могу измениться, я просто не знаю, я в таком тупике. А я хочу сказать сегодня, Дух Святой может, но ты должен позволить пойти навстречу. И последнее место Писания мы будем молиться, Исаии 6 глава. Встреча с Богом. Когда мы встречаемся с Богом присутствием, мы видим свою греховность, мы видим свою несостоятельность. И у нас выбор или закрыться и убежать, или позволить Богу. Как Давид сказал, посмотри, покажи мне мое сердце, что не так. 6 глава Исаии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. В год смерти царя Озии. Кто-то сказал, что слово Озия переводится как гордость. Слово Озия. Что-то в этом роде. Гордость, самоуверенность, самоуверенность. Озия переводится как самоуверенность. Здесь тоже как право, что когда наша гордость умирает, когда наша самоуверенность умирает, в год смерти царя Озии я видел Господа. Я видел Господа. Я ощутил Его присутствие. Я пришел туда, где было Его присутствие. И вокруг Него стояли серафимы, они взывали «Свят, свят, свят Господь Солов». И поколебались вверхи брата. Пятый стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Солов». Божье присутствие выявляет наше состояние. И Он говорит, «Горе мне, потому что я нечистый, потому что я нечистый, мои уста нечистые, мои мысли нечистые, я погиб». Знаете, вот это состояние, когда Дух Святой приходит, до тех пор, пока мы говорим, «Все хорошо, я не нуждаюсь, но когда мы признаем Господь, я не могу сам себя очистить». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот это коснулся уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Когда мы признаем, Дух Святой приходит и очищает. «И услышал я голос Господа, говорящего». И вот, когда мы очищены, мы становимся способными услышать голос Господа, который призывает нас. «И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Даже больше. Не только услышать, но и согласиться. Некоторые слышат, но они не могут сказать, «Вот я, пошли меня». Но именно встреча с Богом, помните, как сам он гнал церковь, но когда явился Господь, он сказал, «Господи, кто ты, что повинишь мне?» И Господь мне сказал, «Исайя, иди, я говорю тебе». Он говорит, «Кого послать, кто пойдет для нас?» Он сказал, «Вот я, пошли меня». Водья. Ашем.